всем привет друзья ну вот и воскресенье вчера мы отдохнули от съемок маленько мы вчера вообще в принципе отдыхали ничего такого глобального не делались постирали по папа поварили чего-то забыл корову до или ходили чистили конечно нагрузка сразу возросла в этом плане вот поэтому что-то мы вчера не перегружались решили отдохнуть пока все разъехались фима он проснулся вот сегодня бабушка у нас картошку нажарила у меня вот такой вот завтрак с помидорками вот открыли соленые помидорки очень вкусный бабушка горит засол получился да в этом году удачный а вот капусту замораживали сейчас оттаиваем будут голубцы у нас да голубцы будем и фарш достали вот так что сейчас все оттаем все приготовим и будет будем катать голубцы но они приедут мужики их примерно часов 5 6 сказали так так что матвей сейчас уже стреляет они вчера устроились на это все ареша снимала потом посмотрите не знаю когда он будет вставлять это потом мне позже скажется либо сегодня либо завтра вставим в ролик как они съезде ездили в общем как устраивались там на подожди маленько или же снимает что-то не отвлекает что вот и он попал в первую смену что хорошо что он сейчас уже стреляет еще десять часов он уже стреляет первую серию уже даже отстрелял вот и они рано должны выехать еще до обеда поэтому должны в четыре может даже в пять неизвестно не знаю не знаю посмотрим может быть и зато ты миссера на все вот так садимся завтракать я только пришла с украшки поэтому так постучина и управлялась случилась у нас в общем стали дрозды прилетать вчера вот по самому снегу вот в таких голосах ну ходи на что ж ты творишь без пяток в голос так он ведь идет не по моим следам где тропинка проделана а идет это по самому рыхлому снегу в общем я что делаю я делаю голубцы потихоньку я заморозила качан сейчас вот его положила в раковину под горячую воду и тихонько вода бежит у меня качан оттаивает я вот верхние листочки снимаю убираю вот этот вот как он давайте жилку и туда жилку убираю твердую и все туда потом фарш фарш дело с рисом с перчиком со специями какими там надо с лучком очень все как положено сегодня у нас нет пошел снегопад знаю меня почему-то сегодня лучше заложено как-то это слышу себя странно заворачиваю потом их обжариваю на сковородке и уже потом сюда буду сейчас складывать еще только первую партию в общем вот такими делами занимаемся матвеев же отстрелялся у нас едут выехали домой так что через четыре часа примерно приедут 45 там выйдет как выйдет на как дорожка будет вот вчера смотрите оттаивала крыжовник ну честно и в первый раз замораживала попробовать решила что он себя представляет заморозки эти какой бледненький такой получается как вареный и по вкусу тоже как вареный поэтому только на компоты только на компоты если заморозили потом эту баночку в воду и варить растительное масло просто обжариваю слегка так для аромата пущего так скажем для мягкости капусты и как этот казан смазала тоже дно маслицем сейчас укладываю а потом буду соусом наливать соус буду делать со сметаной и томатной пастой ну всегда такой делаю наверняка рецепт на дела хозяйских есть если кому-то из молодых хозяек надо так можно посмотреть на дела хозяйские голубцы наверняка есть вот там может быть они с пекинской капусты были но не суть важно все равно как бы делаем традиционный способ вот ну и все на улице у нас минус 11 уже вообще теплеет вон они смотрите эти пока мы с вами разговаривали прилетели друзья наши ты чё гулять пошел гулять пошел ну ладно вот читала ваши комментарии по поводу прически я уже сейчас боюсь себя показывать ну что сегодня еще даже мы не прибирались в плане головы вот в баню о торпинку пошел делать в баню пойдем наверное все таки я думаю они часов 5 если приедут баню мы успеем стопить поэтому я с утра мыть даже не стала голову в общем вот но написали мне кто то из вас чтобы я короткую стрижку уже сделала но не знаю друзья мои я не успеваю ничего мне к 9 на работу до этого мне надо успеть подоить кору управиться потом мне надо в школу ребятишек двоих отправить с утра и там переработка молока обязательно идет то есть сепарирую что-то там или творог успеваю изварить то есть как бы вот так вот а потом к 9 на работу бегу уже с такой скоростью что даже просто не успеваю я поэтому прической заниматься а если постригусь коротко это надо будет каждый день мыть голову делать укладку в общем капитальные сборы а вот ну мне особо этого пока не требуется а зимой один раз шапку а я практически каждый день выезжаю все равно шапку одел все тут же опять уничтожена получится вся прическа она у меня и так то не держится ну что у меня волос сам по себе не какой-то там пышный который способен были бы чуть какие-то может быть у меня кудри да что можно было бы там раз в три дня хотя бы их уложить и вон фильма пошел я вижу вижу тебя вижу а вот что можно было бы раз в три дня их уложить и как бы ходить но у меня нет такого я даже если завиваюсь они все равно не держится у меня другого плана волосы поэтому это только на лето если хотя бы чтоб шапкой не приминать этого а вот поэтому пока исключено но нет у меня желания сейчас я сейчас челку отращиваю наоборот чтобы она не обвисала потому что она еще вот такая вот еще недостаточно длинная чтобы ее убрать а я хочу ее вообще убрать а там уже летом не знаю может каре какой-нибудь сделаю а может и не сделаю как пойдет я с другим занялась я сейчас возвращаюсь потихоньку на кето питание уже три дня обедаю завтраку как видите по-своему то есть углеводы не ем ну за три дня на три килограмма похудела но вода выливается первые три дня всегда вода уходит вот но я пока нормально себя чувствую планирую оставаться на кето питание чтобы лишний вес сбросить а там уже займемся и прической по весне и всем остальным правильно ну вот а дива чешется да чешется стоит баба ее чешет гладится чешется ты гладишься гладишься ой ладно у меня стирка опять выстрелась достирываем сегодня последнюю заложку заложила сейчас уберусь так что вот так что еще что еще что-то еще писали что-то еще писали хотела я тоже пояснить но не помню уже ладно потом пошла у меня глупцы говорят так ну вот все пережарила все закатала еще остался у меня качанчик завтра на борщ или потушить бабушку не знаю вот эти с перчиками это мои они без риса вот и соус вот такой вот такой вот красивый сметана томатная паста лук сушеный в общем все что есть то есть если много сделала я оставлю потом просто напросто подливку можно сделать поставлю в холодильник да и все боялась что мало сделать что много сделал по моему сейчас она еще пустоты пошевелю если где есть пустоты так вот полная кастрюлька получилась сейчас минуту наверно где-то 50 наверно надо их подержать на плите на небольшом таком огне на среднем все у меня протушится вот такие вот дела ну это уже оставлю в холодильнике потом с мукой добавлю муки и будет соус для какого-нибудь второго блюда потом на неделю сделаем ну завтра послезавтра все ставим варить так пошла я управляться уже пол третьего ну я сегодня поздно утром то ходила поспали мы маленько подольше пока выходные поэтому я выходные позже управляюсь видите какой снегопад идет у нас не видно я не знаю видно не видно будет в общем вот такие мухи у нас летят сегодня не очень крупные но летят вот а Байкал хочет кушать да мне тебе головки принесла давай оп упали и улетели на бок упали поворачивай поворачивай мисочку давай вытаскивай то она упадет у тебя туда я бы блин конечно лучше поздороваться чем есть да ладно давай я не буду тебя отвлекать ешь сена у нас нету почти сейчас вот дам и все надо сегодня рулончик закатывать будет вот в общем работа у Алеши много сегодня приедет много работы то ну че здорово я сегодня им щелку оставила потому что влажность большая у меня сегодня постаралась весь лед тут посчищала с пола увезла вот и вроде как подсохло все тут смотрю пол вроде подсох опять она вот видите что творит ведро раз а все равно там хотя бы слитрик остается и вот оно опять лужится на полу балдунье ой дотворяет что да ну а ты че у меня лезешь то ну че ты такой глюпый ну че ты такой глюпый то а морда такая весь лоб разбил все красней красней каждый раз показываю у него скором все продырявишь свой лоб совсем волос не будет че ты бодаешься а че ты все бодаешь все все равно сцепнуло тебе гопыли-то все разбуянились то че все разбуянились они такие вы голодные чтоб так вот себя вести давай вот так вот так все нормально я сегодня все нормально у нее подсыпала поэтому сейчас чистить не буду воду воду водичку ну и сено пока подожди я коров закрою пока подожди говорю я коров закрою а то корова побежит поди там вышел хочет байкала прогуливать мы вчера с него прогуливали ну пограде конечно пограде не надо ох он пизжит чтобы воду скорее ай-яй-яй падай все положи ух да и палка то тебе и палка то тебе закройте на палочке все все что ж пока едят мы байкала прогуляем он доест и ему потом 2 тысячу налью так ну ладно давай выпускаем пока я закрыла корову а пусть гуляет ай-молодец ай-молодец вот доставай знал же что упадет у меня вчера упало ты же видел доставай а зачем ты туда-то лезешь дверь-то закрой Она вон, просто вниз. Ну, Фадей. Руку просунь, вон там она, вон, вон лежит, внизу. Ну, вот сюда, да, пальчики проводи, вперёд, вперёд, да к заседку, ну, вот. Положи вот здесь, вот здесь положи, а потом закрою. Так. Что-то у него сзади шерсть налипла всякая какашка там? Папе машину. Писает, ну. А писает папе всю машину-то. Ну, ладно, пусть метит, что-то. Ну, в общем, и это, о чём я говорила. А, ну, то, что его надо будет почесать Байкалку-то, но это, пока морозы были, я не решаюсь его загнать в тепло, чесать, потому что, ну, что творится. Потому что это потом выйдет и, ну, как сказать, вспотевший, мокрый будет, на холод-то нехорошо. Ой, вот так вот носится. Деду звонили, они уже едут, заехали, говорит, перед этим. Ну, привет, привет, привет. Магазин, вкусняшек Матвею, видимо, взяли в дорогу. Ну, что там, сухарики или что? Еще не придут. Наверное, и кибет это взяли. А, ты такой славный, ты такой славный пёс. Красный нос. Пёс красный нос. И пёс красный нос. Вот кого чесать-то надо, вон чё шерсть-то. Не говорю, его надо уже, пора чесать. Накопил. 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 Так, так, там не писать. Надо, кстати, сено сейчас все собрать, а то на полу убрать, где сено, где труха. Все пометил, чё мог, да? Вот я говорю, его выпускать, он все пометит. Домкрат. Хе-хе-хе-хе-хе. Вот-вот, а деда потом будет трогать этот домкрат. Ой, Вайкл, не ходи ты там хоть у деда-то в гараже не гать. Хе-хе-хе-хе-хе. Ой, эти псы. Я вот когда шпица гиву-то хотела, ну, вообще шпица хотела покупать. Ещё думали, как бы мальчика или девочку брать. Так это, тоже вот на это момент обратила внимание, что сам зашёл. А, он себе головку занёс. Она здесь вот выкатилась, а он сейчас занёс её обратно себе. Какой хитрый. Нет, подожди, он съест сейчас головку. Он боится, что ты её заберёшь. Видишь? Срубал. Сейчас опять пойдём гулять. Какой хитрый, а. Молодец. А нету больше, да? Всё съел. Нет, много ему дали головок. Он так что-то жадничает. Вот, и писали отзывы, что как бы спецы тоже, когда половозрелые, короче говоря, становятся, тоже начинают и дома подмечать углы-то. А я это помню, у нас же жили, были Сара и Чип у нас были. Они были твиттерьеры. Вот. Сара и как бы сын у неё Чип был. И он это тоже вот нет-нет, да вроде ругаешься. Они понимают, не дураки, конечно, что ругаешься, вроде как нельзя, но всё равно, видимо, природа своё берёт и нет-нет, да где-нибудь сикнет. Короче говоря, мальчиков в дом как бы не очень. Ладно, ещё вот на улице, когда с псом легче, да, то есть может быть в какой-то... Так, Байкл, ну давай, выходи оттуда и закрывай гараж. Байкл! Всё, описывает. Всё, что-то у него накопилось. Ой, ладно, в общем, такая тема. Такую тему подняли. Может неприятную кому-то, ладно, не будем. Да, да. Ой, ты тяжёлый какой. На живот-то прыгаешь так. Слушай, а может нам правда его взять, вычесать? Ну, чё он, смотри, у него сзади налипло чё, непонятно, катыши какие-то. Под выстричь было завтра хотя бы до этого. Наверное, мы сейчас с Фадеем займёмся сейчас быку пить, нальём его, на веранду с тобой загоним и почешем маленько. Ага. И подрежем попку, чтобы волосы эти не закудривались. Ну, конечно, где мы его всегда чешем? Пока никого нету, успеем. У меня дела особо нет сейчас. Голубцы уже всё довариваются. Так что было бы самое то. Погода сейчас хорошая, 10 градусов, он уже не замёрзнет. Даже если прогреется на веранде. Да нет. Так, ну всё, в общем, ладно. Пошли мы с Байкалом заниматься. Прогуляли вас маленько. Ну вот, мы и управились с Байкалом. Вот такое стало у нас. Что? Я думаю, у меня там в домашке одна ошибка. Там надо вставить слоги. И там я думала, как будто не правило. А, не знал, какой слог вставить, да? У них там ща-ща, жиши надо вставлять. А слова иногда такие, что ты не догадаешься. Что она закричала? Пить хочешь? Ага. И чущу ещё? Да. Ну понятно. Так, ну ладно, сейчас проверим твою домашку. Давай Байкала загонять будем? А что мы закричали там? Сейчас приду. Сена нет у неё. Надо доложить. Вот. Ну покажись хоть, малыш. Попку вырезали. Ну вот. Давай, всё, закрывай. Грязнятся у таких собачек. Попки я и гибель всё время вырезаю. Шерсть, потому что зарастает. На нет всё, да, Байкал? Вот. Пить захотела. Ааа, сейчас я тебя вынесу попить. И так здесь холодно. Ему надо, вот, снега. Пусть снег поест. Да, вот как вкусно. Снежок-то вкусный. Вот такой беленький стал, видите? Грудку всю эту повычёсывали. Сейчас, подожди, я корове сено дам. Она кричит. Что? Что? Вы ему обрезали шерсть. Ему этаж. Здесь холодно. Холодно сидит? Да нет, мы маленько. Так сказать, освободили всё просто. Я не знаю. Нет, наверное, Фаде, я ещё не готова. Не знаю. Может, ты готова. Время надо посмотреть. Ну ладно, всё, камеру забирай, я пойду себе накрою. Это шерсть, да, сейчас я буду убирать её. Шерсть-то мы не убрали. Пакетик неси. Так. Ну что ножик-то не взял? Возьми ножик. Вот такие у нас голубчики красивые получились. Вкусно? Соус какой вкусняцкий, да? Вот. Всё, пришла. Я же ещё что делала? Я же в ограде. Давай убирать где вот сено, всю труху. В общем, пять мешков, представляете? Трухи этой набрала. Ну, уже, наверное, руло на три прикатывали. Не знаю, что у меня вообще балаган на голове, представляю, после шапки. Вот. На улице вообще страшная метель, кстати говоря, поднялась. Даже не видно, как в тумане всё. Смотришь. Как папа едет? Так вот, как они едут? Не знаю. Доедут, надеюсь, всё нормально. В общем, фу. Убрала всю эту труху. Там прям её слой сантиметров двадцать был мелкой, этой трухи. Собрала пять мешков. Так что у меня мульчи уже вот так вот. Я не знаю, мешков уже, наверное, двадцать. У меня мульчи на следующий год приготовлено. Будем в теплицах мульчировать. Да, в общем, где только хватит фантазий. Там и будем мульчировать. Так что вот так, Фима, ложить голубец нет? Ну, нет. Нет пока? Ну, ладно. Я тоже пока есть ещё не хочу. Ещё четыре часа только. Ну, два часа я на улице проваладалась. То есть всё. Ладно. Пошло бельё развешать теперь. Ну что, приехали. Уже закатили рулон сена. Вот. Потому что сейчас управился, курей управил, сходил. И пошли они снег чистить. Сегодня очень много нападало снега. Уже почти всё почистили. Вон Фима бегает с лопатой. Вот. Опасная, конечно, дорога сегодня была. Можно даже в новостях глянуть. Какие аварии. Там фотографии есть в новостях. Пять аварий они видели. Или четыре, я вам сказал. Ну, в общем, было всего пять аварий. Они, по-моему, четыре видели. На вот этом тракте. На Нижний Тагил. Вот. Так что. Вот так вот. Обледенение, говорит. Какой-то трасса там написана в новостях. Там на Е1 смотрела, что ли. Ой, ну, доехали. Я говорю, больше не надо. Так, зимой, конечно, рисковать. Лучше на электричке. Сесть и уехать. Хоть куда можно уехать. Может быть, где-то не очень удобно. Где-то ночью, может, надо выезжать. Ну, вот, допустим, сюда в лесной ехать было. Пришлось бы им ночью уехать, да. Как бы в три утра выезжает. Но лучше так, чем рисковать. Ха-ха. Такие дела. Не так чистишь. Ты сюда и не чисти. Так у него лопатка маленькая, Леш. Пусть он так кидает, да и все. У него не нагребает лопатка-то. Хе-хе-хе. Фадей с Матвеем. Матвей не успел домой зайти. Я пошел на каток. Быстро съел голубец. Быстро съел голубец. Или один, или два. Лего. Два, по-моему, съел. Идет. Уже идут они? Нет? И тут два мальчика. А, мальчики идут. Вот. И быстро-быстро все схватал коньки, клюшку и умчался на каток. Так что, вот так. Я говорю, ты же уроки хотел делать. Ему математика задана. Он говорит, да там немного. Я, мол, приду часов в восемь, в девять и сделаю. Ну, ладно. Пусть сам как хочет. Это уже его дело. Большой мальчик. Сказал, успеет. Значит, успеет. Вот. А маленький мальчик сейчас пойдет в баню скоро, да? Ну, вот, смотри, пойдет. Тоже Матвея ждет. Хочет, смотри, выйти. Тушь его напарник постоянный, да? Да. Вот так вот его. Ой, ну не надо мочить себе. Сейчас попадет тебе и валенки, и варежки, и все. Валюся ему валенки привезла. Не знаю, чьи это у них были. Ну, в общем, сейчас в валенках ходит. Ему этот комбинезон, потому что стал катастрофически малой. И руки, смотрю, что-то уже запястье оголяются. Сейчас вот одела длинный свитер мой, выпустила рукава наружу. Так, ладно. Вставай, давай, работай, а то так замерзнешь. Вот. И штаны-то коротковатые. В общем, комбинезон надо... Либо менять, либо тот вот раздельный. Одевать, который мы нашли в школу ему. Ну, вообще, не знаю. Но вообще, потеплело, конечно, хорошо на улице. Сильного ветра так нет, что пронизывало. Ну, это снежок где-то, минус 9, что ли, сейчас показывает. Прямо благодать на улице. Приятно даже погулять просто. Ну, ладно. Я вам что? Я вам сейчас вот здесь вот буду вставлять видео с их поездки в Лесной. Вот. Так что смотрите. Ну, а потом попрощаемся. Так что смотрим. Мы приехали в город Лесной. Здесь у нас КПП находится. Сейчас дед будет звонить организаторам соревнований. И будем проходить через КПП. Дед поедет на машине через те вонт с ворота. А мы посмотрим, пойдем. Путина. Так, мы смотрим. Через КПП подошли. Ждем деда. Потому что дед хозяин машины. Поэтому, чтобы не было никаких проблем, он будет заезжать на машине через КПП. Мы его ждем. Вот так оно у нас проходит. То есть там по четыре машины запускают. Их проверяют. Все там осматривают. И выпускают. А здесь уже, допустим, как мы, тоже уже ждем. То есть тут у нас и многоэтажные дома есть. И мы потом видели, и даже есть еще и деревянные дома. Тут, получается, такие запоры с решетками. Ну и что? И перед? А? Да. Где? А, вон он. Заезжает. Вон он заезжает. Вон у нас и дед вышел из машины. Сейчас его там. Кто смотрит в багажнике, проверяет документы. Вот. Зарегистрировались в Террио. Ждем, когда нас заселят в квартиру. Маленько. И едим. Кушаем. Завтра стреляем с девяти утра. Мы должны уже быть в Террио-9 утра. Так, заселились в лесном, в той же самой квартире, что и в прошлом году. Получается такая у нас комната. Тут двух комнат нужно ставить. Я не знаю. Да-да-да. Команда, две. Здесь, получается, кухня. И тут, получается, вторая комната. Ну, все тут все. Уютненько. Также в ванну, туалет. Еще на улице светло. Девятого этажа. Так, тут, получается, туалет. Тут. Главное. Девятого этажа. Девятого этажа. Девятого этажа. Девятого этажа. Девятого этажа. Девятого этажа. Вот так. Девятого этажа. Девятого этажа. Хacciこと рачек. Рâte дозит. вот в таком тире мы стреляли вот я стрелялся сумма 566 2 очков не хватило до кмс вот этого тоже состоят из из нашего города сырами пальчик тоже стрелял много хуже стрелялся все мы сейчас ждем кто нас через кпп пропустит и мы поедем домой так все мы выезжаем из кпп смотрим уже вышли ждем деда он он выезжает сейчас он где-нибудь припаркуется мы с ним поменяемся я седу за руль так ну вот посмотрели как они съездили сегодня все на этом буду прощаться поэтому я создаете корову потом в банку на завтра на работу очень всем хорошей недели желаем давайте главное будьте здоровы все пока пока